Всем привет! Вас приветствует трейдер Денис Воронин в программе «Трансформация 365» от SDG Trade. На этом занятии мы будем смотреть, что сейчас происходит с рынком и на какие инструменты обращать внимание прежде всего. Итак, рынок растет уже неделю, а то и больше, судя по графику. И это обусловлено, скорее всего, факторами снижения общих настроений по коронавирусу, но рынок не реагирует на беспорядки в Америке, поэтому растет и ему все равно на остальные проблемы. И NASDAQ в том числе. Кстати, большинство технологических компаний пробили свои хаи, такие как Amazon и Facebook. Просмотрим, что происходит с нефтью. Нефть стоит на верхах, тоже растет. Золото немножко припало во время этого роста, спая, но все еще стоит на своих хаях. Что интересно, маркет сейчас на уровнях практически начала этого года, то есть уровне декабря 2019 года. Кризиса как будто и не было. Посмотрим также на отчеты сегодня. Их немало, на удивление. Это капитализированные отчеты, я имею в виду, которых входит хотя бы 300 тысяч в день. И стоят там не какие-нибудь пампы, то есть на самом деле отчетов побольше, но более-менее торгуемых тоже немало. Войдемся по стакам, которые я отобрал либо со вчерашнего дня, либо по каким-то новостям. Итак, начнем. Авиалинии, такие как AAL, DAO, UAL, LUV смотрятся на лонг, но я думаю, что в основном это из-за растущего маркета. Поэтому в принципе их ГПАПы, которые сейчас у нас есть, 6%, 5%, в основном SAFE, также авиалинии, плюс 14%. В основном все это связано, скорее всего, с растущим маркетом. Возможно, есть еще какие-то новости, до которых я еще не добрался. Так, Биотех Аарна сильно вырос. Идея на шорт сверхов, конечно, может пойти и дальше, но сильно вырос. Азул, бразильский стак, растет третий день, еще не вышел даже на верх тех проторговок, которые у нас были. Сейчас я сравню вам с, что я имею в виду. Вот в марте, когда мы упали, большинство стаков было в ринже своем от лоу до какого-то там образовавшегося ринжа. То есть, допустим, там Авиалинии уже на верхах. Азул все еще внизу, поэтому есть потенциал на, ну, он относительно внизу, есть еще потенциал на лонг. BBBY стоит неплохо на продолжение движения на лонг. Может быть, больше будет интересен для среднесрочной идеи, но пробитие восьми может оказаться хорошей идеей для лонга. Ну, восемь уже пробили. Китайский Бзун. BZUN. Растет третий день. Корявенько, конечно, были в день отчета от 31 до 34.50. Выросли, конечно, очень резво. В чате сбрасывали этот стак. Многие были в этой ситуации. До сих пор считаю, что интересен. Идем дальше. CLDR. Отчет. Вчера был на постмаркете. Возможен слет сверху. Идея шорт. Пока у нас минус 12% будет включен, скорее всего, SSR. Ну, естественно, если Open будет более чем минус 10%. ESTC. Тоже отчет. Минус 12 центов на акции. Вчера после 16 были результаты. Также идея на шорт сверхов. Если пока ничего не поменяется, минус 6% на данную минуту. Сейчас у нас в 8 часов 10 утра по Нью-Йорку. Ган. Стак из индустрии гейминг, игры. Возможен дальнейший вариант падения. Будем смотреть. Но объемы повышенные падают. Вчера сбрасывали InnoStack в чат. Тоже на предложение движения. Вчера начал падать. Может быть, будет предложение. Но пока на премаркете откупают. Вместе с Invax. Он упал в это же время. Их сейчас откупают. Но, в принципе, у них есть маневр для движения вниз. И ходят они вместе. GKS китаец. На данный момент плюс 12%. Есть. У нас четвертое. Я новостей пока не вижу. Но надо почитать. Пока не смотрел. ГПАП для него немаленький. Поэтому семейкондактор этот, я думаю, что тоже стоит посмотреть. LX отчет. Пока премаркет 40 тысяч шерст. Маловато. Но при пробитии 10. Думаю, будет интересно. По НИО была новость. Вчера. Он растет уже не первый день. Это производитель электрокаров. В Китае. Новость была. Апгрейд от Goldman Sachs. Причем с таргетом 6.40. И этот таргет уже практически исполнился. Такое редко, конечно, бывает. Но получается, что уже возможно даже идея будет на short. Адвакция мы посмотрели. OSUR. Два дня назад заметил ее. Вчера она тоже была интересна. Особенно в 10.30. Идея продолжения движения дальше HellSquare. Пи-Пи-Си. Пи-Пи-Си. Это у нас компания, которая занимается курицей. И новость о том, что SEO компании... Как тут? Его обвиняют в том, что были манипуляции с ценами на курицу. Вместе с этой компанией упал TSN, Tyson Foods. Смежная компания. Эти две компании будут интересны. PRTS вчера начал падать. В конце дня идея на продолжение движения вниз, даже SSR не включили, было минус 8%. Очень часто стараются крупные игроки довести дело до минус 10%, чтобы включили SSR, чтобы на следующий день было сложнее зайти в акцию. В этот раз у них, видимо, не получилось еще 2% опустить. Там где-то до 7.65 за акцию. Будет, скорее всего, интересно. Кьютите отчет. Пока ничего нет, ни премаркета особого. Да, у нас плюс почти 5%, но по объему пока ничего. Пробитие трех – важный уровень. Пока идея на лонг, если будет объем. Руби вчера вырос, скорее всего, с маркетом. Стоит тоже неплохо пробой восьми. Может быть, хорошая идея. Тоже желательно при наличии объема. Сава. Сава чуть попозже скажу. Сейв. Тоже авиалинии вместе с тем разговором, о котором мы ввели про авиалинии. Сейчас они чувствуют себя очень неплохо. Поддерживают у многих из них. Поэтому, не знаю, является ли это идеей. Или растет с маркетом, или на своих новостях. Но лонг, пока лонг. Смар. Отчет. Вчера, после закрытия. Минус 18%. Очень существенно. Сейчас уже пробили 50%. И вчера, и на постмаркете. Например, к системе ниже. Поэтому смело можно смарт добавлять в первый лист на open. Тиффани. Тиффани два дня назад. Вот в этот момент вышла новость о том, что у них есть проблемы с слиянием. Их покупает. Хотел как минимум купить владелец крупнейшей компании. Как она там называется? Арно, в общем. Арно хотел их купить. У них вышла новость два дня назад о том, что возможно слияния не будет. И вот упали со 127 на 112. На данный момент, в принципе, может быть и дальнейшее снижение. Тиффани посмотрели. Вери. Вери. К концу дня начал расти. Я новости еще пока не читал. Может быть их и нету. Что-то тут. Вери индустрии. Ну, в общем, можно еще почитать. Время есть до open. Я думаю, будет интересно. Потому что компания, сколько она стоит, 300 миллионов, может ходить. Чем дешевле компания, тем больше она может ходить в процентном выражении, соответственно, и в центовом. То есть мы просто для тех, кто недавно на эту тему можно объяснить так. Допустим, ESTC стоит 8 миллиардов. Хотя он дороже. Ладно, здесь не будем останавливаться. У нас сегодня брифинг. Дальше. Work. Вроде как. Он сегодня отчитывается. Да. Надо посмотреть. Очень сильно вырос. Ну, как очень. Неплохо. Я бы так сказал. Умеренно неплохо вырос. Да, Louis Vuitton. Вот мне подсказали. Louis Vuitton хотел покупать. Tiffany. Но это было давным-давно уже. Там сколько? Шесть месяцев прошло, по-моему. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Шесть месяцев прошло. Они все еще думают. То есть, новость была в декабре. Я уже распрощался с этой акцией. Она стояла. Сколько тут? Четыре месяца на одном месте. И тут вот раз. Ну, там еще были, конечно, другие проблемы. Но вновь слияния, возможно, не будет. Так, ворк поговорили. И зоокс. Да, сейчас еще посмотрим на Relative и на другие отчеты. Если есть какие-то интересные ситуации, либо вопросы, пишите. Будем смотреть, отвечать, рассматривать ситуации. Дальше. Зоотчет. Тоже его можно добавить на первый лист на Open, потому что пробили существенные цифры. Там 12, сколько тут? 50 получается. Сейчас у нас плюс 22%. На постмаркете выросли. На премаркете 45 тысяч. Маловато, конечно, объема, но стоит неплохо. И, кстати, последние дни, как минимум 3, очень неплохо UPG работает. В акциях, которые стоят, что вчера было, АЕО и ГУСЬ, да. Я его ГУСЬ называю. То есть, я имею в виду на Long, на Long UPG. Либо там в первые минуты. Если мы стоим, ГПАП, лучше, если это будет отчет, ГПАП, есть какой-то уровень на премаркете. Где-то стоим. Первый вариант. Тут сделка 4 минуты. Потом вчерашний тоже отчет. АЕО стояли вот здесь. Нет, вот здесь. Она немного прошла, но это уже что-то. И вчера, вчера было, сейчас скажу, БЗУН был вчера. ПОЗАВЧЕРА, извиняюсь. ПОЗАВЧЕРА, вот здесь. Да, тоже отчет. Пять поинтов он прошел. ПОЗАВЧЕРА, не помню, я уже надо посмотреть. Но вроде бы тоже что-то было интересное. Поэтому если акция стоит, что мы сейчас смотрели, ЗУО. Если акция стоит, но она уже, конечно, много, прошла 20%. Если акция стоит примерно плюс 10%, 5%, ГПАП, есть пробитие уровня, то, возможно, будет хороший OPG-вариант сделки. Дальше. Отчеты. Отчеты с объемом, который сейчас уже есть. Но, в принципе, у нас их вообще немного. Можно пройтись все. Может быть, что-то заметим. Так, CHNG. Отлично. ОСКР. Гапдаун. Пробили 12. Отличный вариант. Минус 10%. Объемом пока нет, но он будет интересен. СИЕН на отчеты ходит. Вот, как видим, допустим, там в конце декабря, либо в марте не очень. Может он ходить, но пока предпосылок на текабрь. То, чтобы более сильно смотреть. А, про САВу не сказал. Сейчас продолжим. Это идея. Более долгосрочная. Просто расскажу, что там произошло. В день падения с 8 до 2 вышла новость о том, что одно из лекарств, которые они... хотели производить на группе, там, по-моему, 100 человек. Взяли две группы, и 100 человек, и 100 человек. По-моему, такие цифры. Ну, неважно. Большое количество людей. Одним давали их лекарства, а другим давали плацебо. Аналогичные вообще результаты были. Вышла эта новость, статья, и упали с 8 до 2, получается. Ну, там, около доллара, по-моему, был low. При этом, если... Ну, это больше, там, по среднесроку ситуация. Если нет угрозы жизни, либо здоровью людей, если никто не умер, там, в биотехнологической компании, то это возможный показатель того, что эту компанию будут спасать другими... Ну, как спасать? Будут ее покупать, потому что у нее есть другие лекарства, которые могут дать ей денег. Поэтому в тот день я ее купил, и только вчера она дала немного заработать. Ну, хоть как немного, в два раза выросла. Заработать. Держу дальше. Это идейка для среднесрока. Идем дальше. ТЛИС, кстати, ТЛИС. Хотя здесь тоже нет ни премаркета, ничего интересного глобально, но он стоит очень хорошо после пробоя 6. Я бы его добавил посмотреть. Но пока он идет в тот список, где у нас нет премаркета, как и большинство из этих стаков. Все. Итого у нас получается несколько неплохих ситуаций на Open. Достаточно много ситуаций с движениями, которые, скорее всего, уже будут с утра. То есть мы видим там плюс, здесь минус, здесь процентов. Там около 10 стаков в минус, около 6 в плюс. Довольно-таки большими разрывами, гэпами будет все открываться. Еще целый час до Open. Может быть, еще что-то появится. На этом все. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!